Итак, тема сегодняшнего вебинара – подготовка к ЕГЭ по биологии, вопросы, ботаники. Проведет вебинар Анастасия Анатольевна Кириленко, учитель биологии высшей категории, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически также по завершении вебинара на вашу электронную почту. И рассылка может длиться в течение суток. Уважаемые коллеги, надеюсь, вы уже приготовили вопросы к сегодняшнему вебинару, поэтому размещайте их все в чат. Ну, а я желаю всем продуктивной работы и передаю слово нашему лектору. Презентацию, да? Или я открою презентацию. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада нашей встрече. Сегодня речь пойдет о вопросах, которые касаются раздела растения. Да, растения, как они представлены в работе ЕГЭ. Но больше всего я хочу обратить внимание на все-таки циклы развития растений. А в конце уже тогда поговорим и о других вопросах, которые могут встречаться, на что обратить внимание. Итак, в основном сейчас попытаюсь представить вам материал по довольно сложному разделу. Это цикл развития растений, начиная от водорослей и заканчивая покрыто семенными. Информация, которая будет представлена на садах, будет вам доступна сегодня. И еще можно, конечно, свой банк знаний пополнить с использованием нашего пособия по разделу растения, грибы и шайники. У кого-то, наверное, есть издание это, а можно воспользоваться этим пособием. Либо можно воспользоваться еще большим справочником по биологии, который выходит в наши издательства. У нас сегодня был вопрос, где можно наиболее полную информацию получить, из какого учебника или пособия, на что ориентироваться, чтобы можно было успешно отвечать на вопросы в соответствии с критериями, которые закладывают разработчики заданий именно по ботанике. Ну вот, скажем, картинки, как правило, используются, те, которые были в старых учебниках, в школьных, еще под редакцией и авторством Порчагиной, например. Очень много рисунков из того времени. Встречаются, конечно, и новые рисунки, и схемы, которые представлены широко в различных учебниках разных линий. Либо отрисовываются, видимо, разные, новые схемы, новые рисунки. Но воспользуйтесь вот нашими пособиями, либо если у вас в кабинетах сохранились еще учебники, по которым мы сами с вами учились, то тоже можно будет воспользоваться, чтобы пополнить банк рисунков, схем, картинок. Надеюсь, что я ответила на вопрос нашего читателя, нашего коллеги. Поэтому будем переходить уже непосредственно к нашей работе сегодняшней. Итак, начнем с водорослей. Конечно, есть вопросы и в первой части, посвященные растениям, многообразию растений. Я напомню, что с этого года в первой части представлены задания в виде таких мини-блоков, один из которых посвящен клетке, второй блок посвящен многообразию организмов. Вот там встречаются вопросы и по разделу растений, и по разделу животные. Третий блок – это блок человека и его здоровья. В этих мы разбирали, мы рассматривали этот формат заданий. Вы можете посмотреть и демо-версии, вы можете посмотреть, вышла уже давно книга 30 вариантов 20-23 ЕГЭ по действующей демо-версии, которая подписана была в конце октября, по-моему, или в начале декабря, утверждена. Здесь встречаются задания, которые посвящены многообразию растений. Я могу сейчас найти, наверное, страничку открыть в нашей книге, чтобы вам продемонстрировать, как могут выглядеть эти задания. Вот, к примеру, это мини-блок задания 9 и 10. Так видно, когда показала. Значит, представлены картинки, и первое задание 9, его суть в том, что нужно указать, каким номером обозначен какой-то объект с определенными характеристиками. А дальше второе задание, 10 в этом блоке, это задание на установление соответствия. То есть представлены в виде рисунка или схемы какие-то организмы. Ну, здесь представлены растения, представители царства, грибы и животные. А дальше идут какие-то характеристики или представители этих царств. И нужно сопоставить рисунок, номер рисунка с той характеристикой, которая приводится в 10 закладе. В одном варианте может попадаться такой мини-блок по ботанике. В другом варианте может попадаться по, допустим, грибам, по разделу грибы или животные. Ну, вот еще один из вариантов, который мы предлагаем в нашем пособии с изображением растений, представителей различных семейств. Ну, и так далее. Поэтому картинки, конечно, нужны. Нужно обязательно уметь определять объекты, которые изображены. Итак, мы начнем с того, что водоросли обладают определенными признаками. Самое главное вынесем сейчас на слайд. Об остальных признаках, как я и говорила, можно пополнить свой банк знаний. Или из большого справочника, или лучше, конечно, из пособия, которым посвящено растению. Так как речь идет о циклах развития, то, конечно же, это все связано с размножением водорослей, которые могут размножаться двумя способами, в зависимости от того, в каких условиях они находятся. В благоприятных условиях это бесполое размножение, в неблагоприятных это половое размножение. Также приведены типы размножения, которые характерны для различных водорослей. Ну, и самое главное еще нужно помнить для решения задачи, например, 28 по молекулярной биологии, где задачи могут быть на подсчет количества хромосом, молекул ДНК, определение хромосомного набора у растений на различных стадиях их развития. Поэтому нужно помнить, что все водоросли, ну, зеленые в частности, о них чаще всего речь идет в заданиях и в задачах по биологии в ЕПМ. Преобладающим поколением является гометофит. Исключение составляют море и водоросли, например, ламинария морская капуста, у которой в жизненном цикле преобладает спорофит, то есть диплоидный набор хромосом. Поэтому это будет бесполное поколение. Далее мы рассмотрим сейчас с вами, вспомним, как раз вот сейчас вы видите картинку из старого учебника, автором которого являлась Корчагина. Как происходит размножение водорослей в благоприятных условиях на примере флореллы. Ну, это простое деление, да, методическое. Можно представлять размножение в виде такой схемы. Можно представлять размножение следующим образом. Я люблю информацию представлять в разных знаковых системах. Так лучше запоминается. Ну, вот в нашем пособии есть и рисунок, и текст, и есть еще схема. Итак, взрослый организм является дометофитом. В результате методического явления формируются споры, из которых затем будет уже появляться взрослый организм. Вот, хочу обратить внимание, потому что ребята всегда путают. Вот растения, все как бы не так, как у животных. Споры образуются, видите, с помощью, здесь, ну, тут споры не полового размножения, а здесь споры образуются путем методов, для того, чтобы сохранить одинарный набор хромосул, дофоидный набор хромосул. У пасечника какое издание, и, если несложно, подскажите, я запишу, хочу посмотреть. Какая линия учебников пасечника, если несложно, коллегия? Хорошо, посмотрим линия жизни. Хорошо. Ну, вы знаете, коллеги, я все-таки хочу сказать, что с января этого года уже утверждены федеральные программы, основные образовательные программы, но, правда, по биологии мы еще не готовы, по другим предметам, и, в общем-то, в списке, который пришел в список допущенных учебников, там всего один вариант, поэтому по всей стране будут единые учебники, я думаю, что уже таких споров не будет. Но, нет, нет, я просто не видела еще его, как не забрала этих учебников, их необходимо закупать, но пока их нет, видимо, издательство готовится в сентябре выпустить эти учебники. И даже невозможно, но в интернете хотелось бы хотя бы оглавление посмотреть, что там в этом учебнике будет. Вот, ну, мы пока работаем по примерной программе, и следующий год, когда будут и пятые, и шестые классы уже выходить на новый стандарт, мы все равно работаем с вами, коллеги по биологии, по примерной программе. Вот, еще есть такая новость, что на едином ресурсе, где есть конструктор рабочих программ, мы говорили об этом, в прошлом году я показывала, как работать. Сейчас этот конструктор доводится до совершенства, и разработчики обещают, что он будет доступен для всех после 31 марта. Вот, ну, и для заучей там будет доступ конструктору учебных планов. Так что обращайтесь к этому ресурсу, там есть много хорошего материала, можно им воспользоваться. И что самое главное, коллеги, если вы рабочую программу будете разрабатывать с использованием конструктора, хотя сейчас никто не заставляет нас им пользоваться, мы можем им воспользоваться. Тогда ваша программа проверяется экспертным советом, и присваивается номер реестра. И когда вам присваивается этот номер, это в вашей рабочей программе, то тогда все ответственность за содержание этой программы, за то, как вы будете ее содержание реализовывать, календарное планирование, несет ответственность именно разработчики этих примерных программ, либо федеральных программ, или как-нибудь. Если же вы будете делать это по старинке, то тогда, естественно, ответственность будет лежать на вас. Ракушка с овощем? Ракушка с овощем? Ну, закупили. Вот я просто говорю о том, что у нас пока нет... Возможно, что это связано с какими-то финансовыми возможностями регионов. Замечательно, если вы закупили. Так что тогда готовьтесь во все оружие, работайте. Дождитесь, когда заработает конструктор, и создавайте рабочую программу себе так, чтобы она была уже утверждена, проверена специалистами, специально обученными людьми. Так, идем дальше. Потом мы отвлеклись с вами с новыми стандарствами. А у латрикс это многоклеточные зеленые водоросли, взрослое растение, преобладающее поколение, конечно же, гометопит. И в благоприятных условиях за счет методического отделения образуются зооспоры, которые тоже гоплоидные. Они выходят, оседают на дно, прикрепляются к каким-то подводным предметам. И за счет методов увеличивается число клеток, появляются новые растения. Опять-таки, это все в благоприятных условиях. Что касается, например, хламидомонады, то в неблагоприятных условиях происходит половое растение. Преобладающее поколение хламидомонады тоже гометопит. В результате методов образуется многочисленный гомет, который выходит в окружающую воду, и попарно сливается, происходит оплодотворение восстановления диплоидного набора хромосом, слияния этих гомет, и в результате формируется спорофит. Это зигота, которая покрывается плотной оболочкой, седает на дно, переживает неблагоприятные условия. При наступлении благоприятных условий происходит миотическое отделение, формируются споры, говорят, что зиготы прорастают, разрывается ее оболочка, споры выходят в окружающую среду, и начинают существовать в благоприятных условиях, превращаясь во взрослый организм, преобладающий поколением которого гометопит. Итак, обращаю ваше внимание, смотрите, у растений гометы образуются путем имитоза, а споры образуются путем имитоза. У животных все наоборот. Вот это нужно помнить и не забывать. Циклы развития различных растений, их необходимо знать для того, чтобы можно было отвечать и на вопросы, например, линии 24, это линия вопросов, где может быть представлена информация в виде рисунка, схемы, либо графика, и тогда могут быть изображены какие-то растения, представители каких-то отделов, возможно, изображены какие-то части растений. Но с помощью рисунка нужно определить биологические объекты, и потом уже отвечать на вопрос. Может быть, стало ли быть и жизненный цикл любого из представителей высших хвостей, и меньше возрастей, и тогда нужно будет отвечать на вопросы с использованием схемы или рисунок. Поэтому вот ту тему, которую мы с вами сегодня рассматриваем, она может быть широко представлена и в первой, и во второй части, и в виде задач. Так, идем дальше. Половое размножение у лотриксов. У разных нитей лотриксов за счет методов формируются гометы, которые выходят в окружающую среду, они попарно сливаются, то есть из разных хвостей мегометы сливаются, образуется зигота, восстанавливается диплоидно-моговый слой, зигота покрывается также плотной манушкой, оседает на дно и переживает неблагоприятные условия. Вот это и есть парафит. При наступлении неблагоприятных условий, за счет у него заблоковый слой, который выходит на уровень окружающей среды, оседает на дно и приправляетесь к каким-то подмоговым. Именно предметом и за счет методического отделения появляется взрыв слоя растения. Еще у некоторых лотриксов характерен половой процесс. Половой процесс отличается от полового размножения, потому что главный признак полового размножения и вообще размножения – это увеличение числа особей. При половом же процессе происходит тот момент генетическим материалом и генетической информации. Для того, чтобы произошла перекомбинация признаков, возрастает генетическая разнообразие за счет этого. Значит, вот инвигация происходит таким образом, что содержимое ядово двух периток из разных нитей растений через цитоплазматические мостики сливаются вместе, формируются изиботы. Эти изиботы по кое-то время существуют, а затем происходит генетическое отделение, будут споры, которые расседают, и таким образом получаем растения уже в генетическом признаке. Вот половой процесс с влиянием генетического материала разных растений приводит к повышению разнообразия. Я сказала, что горых водорастей преобладает спорофит. На примере ламмонарии можно рассмотреть половое размножение этого растения. Итак, взрослое растение является спорофитом, в слоевище которого за счет нитей образуются зооспоры. Эти зооспоры покидают материнские отсложенные растения, попадают в воду, они находятся в воде, и из них за счет нитоза, за счет увеличения числа перейдов, формируются антиридии и орфегонии или оугонии. В оугонии развивается яйцепилир с доплойным набором фолосом, а в антиридии развиваются сперматозоиды. Затем сперматозоиды спеваются с яйцепилир и формируются зооплой, с диплоидным набором фолосом. И эта зооплота за счет нитоза идет увеличение числа клеток, идет деление этих клеток и формируется взрослый организм, который будет являться спорофитом. Вот такое цитное развитие характерен для бурых водорослей. Запоминаю, что у бурых водорослей, преобладающим поколением, является спорофит. Это как уже более высокий организм растилий из этого отдела. Но я так думаю, что с водорослей, мы с вами решили. Мы будем переходить к следующему отделу. Возможно, у кого-то появились какие-то вопросы или комментарии. Итак, следующие отделы – это маховидные, которые даются примитивными высшими споровыми растениями, в которых развиты покровные и прогодящие ткани, но имеются механические ткани отсутствуют. Прикрепление может происходить с помощью результата, в которых неподобные вырасты. Преобладающее поколение у маховидных дометофит, то есть половой обыкновенный спорофит, представлен в виде коробочки со спорой. Итак, как происходит развитие маховидных. Я покажу сейчас вам на примере маха Кушкина Ваньа. Вот эти растения встречаются, это мужские и женские цепла. Мужское растение можно обвидеть и определить по наличию розоватых листьев на верхушке подбудка. Женские растения не имеют такие-то розоватые, то есть точка, но на женских растениях в последствии образуется надбивая только ножка, коробочка со спорой, покрытая полпочком. Красные подростки, да, дометофит. Мы никогда не встречались с ними задания с использованием красных подростков. Вот задания в основном на примере флорелы, фламидомонады, даже у меня 34 килоков бы не попадались. Вот. И где-то я видела задание по ламинарию, но в самом задании было написано, что преобладающим поколением является спорофит. Ну, просто на это надо обращать внимание, то от волнения выпускник может не обратить внимание на это. И запомнив, что водоросли преобладающие дометофит решают задачу на отличие, исходя из этого. Поэтому я обратила внимание на вот эти отличия бурых водорослей зелёв. Итак, идём дальше. Значит, на мужском растении за счёт метоза и на женском растении, тоже за счёт метозы, в антириде и в архибуне формируются половые клетки, сперматозоидные яйца к лиму, которые только в присутствии в каторной жидкой воды сперматозоиды могут передвигаться и во время дождя и в протяжении росы или запасом на воду, которые нахи удерживают. Очень хорошо. Происходит оплодотворение и формируется зебута, которая за счёт деления формирует молодой спорофит и уже в молодом спорофите и с молодым спорофитом будет формироваться зрелость. Но вот споры в спорофите формируются путём мезоза. Когда споры созревают, то коробочка отпугается и споры очень любые высыпаются в окружающую среду, попадают на почву и из каждой споры прорастает ротомин. Очень похоже на нитчатуберонный бодрозин, из которой впоследствии формируются мужские и женские растения. То есть эти споры будут разные, потому что из-за них будут формироваться женские растения из других, мужские. Таким образом происходит формирование преобладающего этапоминного дамита фунта. Что касается этой информации, то вот в виде рисунка моего рассказа можно это представить ещё и в виде вот такой схемы, которая тоже очень информативно даёт возможность запомнить довольно сложную информацию, и вот идёт свернуть, как бы заархивировать вот до такого вида. Я называю этот приём сворачивания информации, потому что если запоминается эта схема, потом и на экзамене, и при решении задачи, и двигаться по этой схеме из одного пункта в другой. И таким способом отвечать на какие-то вопросы. Итак, схема представлена. Здесь начнём мы с молодого растения, которое является алгоплоидным поколением, формируется архивоний, где-то все простили, разные поколи. В результате метода образуются яйцеплитки сперматуроиды, присутствие бакетроистолыки благотворения, яйцеплитка благотворённая, циклота, где идёт восстановление тепловодного набора. Вот теперь с парафитом в данном случае будет являться параллочка, которая из этой циклоты и образуется. И в ткань спарафита в небо тюнилезе образуется спор, которая высыпается на почву, развивалась в протонем, а она может адаптировать молодой растения. Вот информация, которая представлена в разных знаковых системах в виде текста, в виде схемы и в виде рисунка. Я надеюсь, что это поможет вашим ученикам хорошо это подбитывается по экзамену овладеть этой информацией. Есть вопросы? Да. Пожалуйста, пожалуйста, почему на самом деле он берёт такой звуковой объявлений? Ну, потому что это неудачный кто не образовался, они за ним покоят ониши, приспособили жить в определённых условиях, это должна быть обязательная влажность, плохо развиты и поэтому это такое объявлений. Вы же понимаете, что формирование различных отделов идёт путём дивергенции, а дивергенция предполагает расхождение признаков, но они все оказываются продвинутыми, надо давать толчки для развития других каких-то форм, вы-то остаёте на этом же и наоборот. Так, и так с маховидными мы закончили, следующий отдел это папоротникообразные, которые являются высшие сосудистые растениями, у них преобладает уже пополение спорофил, беспоро пополение, а метафил очень сильно редует сырого, развиваются различные виды тканей и уровень теплостыни джин-минциорга, это уровень стебель лифа, стебель с листьями. А к папоротникообразным относятся три отдела, это папоротникообильные, овощи любые и плавунобильные. Так, мы рассмотрим с вами жизненные циклы всех отделов области и пластин. Начнём с папоротников. Вырослое растение является спорофилом, на нижней стороне листьев, в огромных листьях находятся спорофилы, внутри этих спорангий в результате миоза образуется спорофилы, присозреваемые споранги вскриваются, споры высыпаются, причём бабочка эта маленькая всрывается так, чтобы удалить спору микроэкстермина. Споры попадают в почву, присутствие влаги начинает прорастать, идёт методическое и формируется завасток. Завасток как раз таки формируется за счёт мельмоза, здесь есть архегонии и антилидии, в архегониях развиваются лициклики, методическим путём эти трубки делятся, и сперматозой. Присутствие воды, по-прежнему, тоже только присутствие воды, происходит оплодотворение, и из зиготы формируется молодой расти. Зигота прорастает за счёт методоза. Эту же информацию мы можем представить, посмотрите, в виде схемы. Итак, взрослая растина формирует за счёт мельмоза споры. Споры высыпаются, формируются из них дамитофит, это маленький пластинка зеленого цвета, заросла. Заросла он обоих плывет, там есть антилид и були, в которых образуются лициклики и сперматозой, методическим путём. Присутствие воды идёт оплодотворение, и из зиготы развиваются зеросла растений. Так, это у нас по протекам видений. Развитие ухвощей видных и плавловидных оно аналогично. В нашем пособии вы можете увидеть вот такую нарисованную схему, где показано, вот смотрите, как цифра 1 это спорофит зеросла растений. В колосках весенних побил образуются споры за счёт гниоза, они высыпаются, споры имеют такие жилостые длинные нити. За счёт этих нити они могут придавать ускорение на полёты, споры, формируются зароски двух видов. На одном развиваются пунктириды, а на другом архивом бейцеклетки и сперматозоны. опять-таки присутствие воды происходит от водотворения и из зиготы образуется молодое растение. Растения смотрите, два вида победов выглядят по-разному, так как деморфизм, вот этот побед летний побед зелёного цвета, а этот коричнево-зелёный это побеги весенние, которые есть в этих полосках образовались споры. Погромче, хорошо. Так, следующий отдел это плавновидные, тоже вы видите схему, рисунок, под цифрой отдел у нас взрослое растение, на верхушках вертикальных побегов, вообще побеги плавнов, они такие стелющиеся, некоторые из них вертикально поднимаются, и на верхушках образуются полоски, в полосках созревают споры, споры образуются путём миоза, споры высыпаются в почву, и из них образуется заросток обоих полу, этот заросток очень маленький, это гометофит, вот мы говорили о том, что редуцирован гометофит в аппарат и там раз, архегонии и антиридии, антиридии образуются метозом сперматозоиды, в архегонии метозом образуются яйцек лепута, присутствие капельно-жистой воды происходит облаготворение, и зиготы, это уже будет спорофикс, формуруется и нагло в стиле. Опять-таки, в нашем посуде капельно-жистой это все описано и в виде текста, и в виде вот такого рисунка, но вы можете еще использовать и третий вариант, когда можно создать схему, или как сейчас модно говорить, некий пластер, построить, или интеллект-пластер. По цифре 5 уже сформировавшаяся зигота, из которой формируется новое растение 11. Вот смотрите, что получается. Вот она цифра 5, это зарос. Все видят, да, как у меня курсор? Вот это зарос. Здесь в нем есть архегоний, в нем формируется яйцеклет, и есть антиритик, в котором формируются вот эти сперматозоны. В присутствии капельно-жистой воды, 7 попадает вот сюда в девяточки, а образуется зигота в водотворении яйцеклет, это 10. И уже вот из этой зиготы, это как почва, будет развиваться молодой растение. Зарос так потом просто погибает, он очень маленький. Вот сама почка, она же тоже должна где-то образоваться и еще за счет чего-то получать хоть какое-то питание. А забыли, вообще точно так же. Все точно так же. И у папоротника точно так же. Вот этот зарос, так и на него сформировалась зигота, которая будет может что-то вроде почки, с которой будет потом новая стена. Еще есть вопрос. Вопросов нет. Ну вот теперь мы дошли до гора семеных, которые являются уже растениями высшими гребесными формами, жизнь которых, развитие которых не зависит от воды. Они не имеют ни цветков, ни плодов, но у них в шишках созревают семена. И лежат эти семена открыто и в голову. Преобладает бесполовое поколение спорофит. Гометофит еще семеные недоцировал. Он даже нужно сказать порастливый нам спорофит. Мужской гометофит представлен клин, пыльцой, пыльцевым зерном, а женский представлен заросном, то есть это пороша мегаспорт. Ну вот тут на картинке тоже показаны представители голоса муны, обычная сосна, пикта, кипарис известный, гель, вот тут мини известный тис, сипрол, но еще голоса муны, то есть это порошки и вещество необразующие холуи, это гинка мула посол. На растениях формируются шишки, местоположение мужских и женских шишек, мужские на верхушке побегут, а вот женские основатые, мужские шишки мы красноватые оттеним, а женские они гостные, мужские шишки желтого цвета смотрю на одно и говорю на другое, полюбую извините заговорить. Итак, мужские шишки формируются в основании побега от них созреваемых не имеют желтого масла, а женские шишки образуются на верхушках побегов и они по цвету красноватые, а пыление происходит с помощью ветра, пыльца переносится на женские шишки в течение определенного времени довольно длительного происходят оплодотворения и когда созревают семена, то шишка обрел сливает, раскрывается и семена с помощью таких вот криловидных хрустов могут распространяться тоже с помощью них, ну, либо их еще раз распространяют различные жизни. Итак, как же происходит цикл развития у него семенных натурных соснов. Итак, в мужских шишках имеются пыльцевые мешки, в которых созревают пыльцевые зерна. Эти зерна необычные, кроме пыльцевого зерна, есть еще два таких выроста, наполненных воздухом, для того, чтобы пыльца была очень ровной и легко переместилась к его щеной. А в женских шишках формулируются семя почки. Пыльца попадает на шишки, шишка происходит такую линию, она закрывает свои чешуйки, выделяется маминистом вещество, и шишка заклеивается и запечатывается. Выходит довольно оберительный срок, чтобы образовались сонны, с прилагом, вырастом, шишка по этому времени одревеснивает, подсыхает, становится поличневым, и когда шишка созревает, то высыпается семя смешка, из которых потом последствия вырастают на родные растения спарафин. Да, но это же можно посмотреть и более детально на другую лаву. Итак, начинаем вот с этого окошечка сосна, взрослая растения спарафин, меддепродный лоб холос. На растения формируется женские шишки. Мы сейчас с вами будем говорить о формировании женского гомоэнтерфина. Женские шишки. Внутри у этих женских шишках есть внутренние семяные чешуи. На каждой из них находятся два семя зачатка или две семя почки. А теперь вот эти семя почки, эти семя зачатки являются мегаспарангелем. В результате миоза из клеток мегаспарангелем образуются четыре мегаспоры. Три мегаспоры отмирают, а одна начинает развиваться внутри семя зачатки. И формируется многоклеточный женский гомитофит с двумя архиомерами, а также формируется эндосперы, этот файн, который записает питательные вещества. кроме этого образуются в архивоне еще и яйцеплевы, женская половая клетка с гаплоидным набором. Теперь обращаю ваше внимание, что эндосперм уголосы семены формируется до оплодотворения, до оплодотворения, и эндосперм уголосы семены имеет гаплоидный набор висы. Вот на это обращайте внимание. Нет вопросов. Теперь посмотрим, как происходит образование мужского гернатофита. Итак, со снами дворца из полного поколения взрослого стены спарафит, на этом гостинике формируются мужские шишки. На чешуях этих шишек формируются микроспоранды, так называемые кульцевые мешки. По два микроспоранды на каждой чешуе. внутри образуются материнские клетки микроспор, они будут тепловыми, приступают они к неотическому делению и образуется огромное количество микроспор, которые вот здесь развиваются все споры, если в предыдущем случае филе-филе-филе-филе-филе-филе-филе-филе-филе-филе. Стоят из трех клеток пульцевые зерк гоплоиды, это будет мужской гемотофид, видите, он редукцирован до трех клеток. С помощью ветра происходит перенос пульцевых зерк за счет вегетативной клетки идет прорастание, образование пульцевой трубки, по которой движутся два сперни. Два сперни образовались путем метоза и сгенеративной сперни продвигаются пульцевой трубки. Они не могут передвигаться самостоятельно, поэтому спорно остающие пульцевой трубки идет передвижение и сперни. Итак, женское шерстью в архиволе сформировалось лициклепто с запройденным мутором. Там уже образовался пуль эндосперм, ткань, которую записают питательные вещества для питания будущих золочей. А по пульцевой трубке движутся два сперни. Происходит оплодотворение, но используется при оплодотворении угловой сены только один сперни, второй погибает. Я так думаю, что природа предусмотрена для надежности два сперни, потому что будут тяжелые стыкни проходят все. Итак, запоминаем, что участвует только один сперни, второй погибает, формируется зигота, из зиготы путем методического удивления зародыш семью. и все это уже декор. Да. Какие конкретные клетки называются мегаспорами? Мы сейчас вернемся и посмотрим, из каких конкретных клеток. Это из клетки, которая называется мегаспора. Будет формироваться эндоспора. А так как мегаспора она топлоидная, то формироваться эндосперм, как ты лициклил, будут потемненные дозы. Ответила, да, на вопрос? Это один из вопросов, такой встречался на ЕГЭ. Вы можете поднять банк открытых заданий ФИПИ, вы можете обратиться в систему решили ГЭ. Вы можете посмотреть какие-то пособия ФИПИ, где был этот вопрос. Во-первых, это все говорит о том, чтобы все-таки если всего по два, то это надежно. Это во-первых. Во-вторых, при половом размножении, которое предусматривает образование гомет заплоидных, идет повышение генетического разнообразия, потому что идет перекомбинация признаков в результате по символу. Вот такие преимущества и потом существовать действительно в дефлойбом состоянии невозможно. Поднимите старые какие-то пособия. В интернете даже в поисковой строке можно вести этот вопрос палочки и ответить. Это года четыре, может быть, пять назад этот вопрос на реальном вексе. старый. Ну вот мы добрались с вами до покрытых семенов, которые имеют уже цветки. После цветения формируются плоды с семенами. Оплодотворение покрытых семенов двойное. Метафит еще сильнее индукцирован. Вот мужской представлен пыльцевым зерном, которое состоит из трех пленков, а женский представлен восьмиядерным зародышевым мишком. Размножение покрытых семенов и тут медитативное и половое с помощью семенов. Ну а теперь мы рассмотрим образование сначала мужского гометафита и мужских половых пленков. Итак, в цветке имеются тычинки. Тычинка представлена тычиночной нынче и пыльника. В пыльниках в результате в пыльниках есть материнские клетки. Эти материнские клетки они диплоидные. В результате миоза происходит деление этих материнских клеток и формируются тетрады пыльцевых зернов, которые будут иметь гаплоидный набор в сон. Каждое пыльцевое зерно состоит из двух клеток вегетативной и генеративной. Вегетативная клетка она гаплоид, генеративная тоже гаплоид. Генеративная делится путем лентоза и образуется два спина. Когда происходит акулиема, то пыльцевые зерна попадают на ручьи пыльсты. И за счет вегетативной клетки идет формирование пыльцевой трубки. Говорят, что пыльцевое зерно проросло. И по этой пыльцевой трубке движутся два спины, чтобы добраться до зародышевого мишка, до женского генетофита. Ну вот здесь показываем, что начинают ростать несколько пыльцевых зереней, но благополучно достигают свои цели в клубке КИИТ-2. Нет, они не могут быть изначально аналогичными структурами, потому что во всяком случае, разный на год волос, уже они не могут быть одинаковыми. И эндосперм у покрытой семеной формируется в процессе оплодотворения анекдотов. Вот это отличие. Так, теперь что происходит при образовании женского генетофита. Диплоидная материнская атлетка зародышевого мышка, она делится путем генеоза и формируется четыре генетофита. Три клетки дегенерируют, а одна клетка растет. Мы в юзе всегда обман генеоза женских клеток растут. Эта клетка растет и превращается в мегаспору. Мегаспора делится подряд трижды путем метоза. В результате первого деления разуются два литра. В результате второго деления разуются четыре. Третья эмототическая деления дает образование посмотрите восьми ягодерного зародыша мыши. Это понятно. И так получается, что зародышевый мыши, он имеет гаплоидный набор флоросолы, они образуются путем метоза из мегаспора. Вот эти восемь дедки. А сама мегаспора образуется из материнской клетки зародыша мышка путем мегоза. Путем мегоза. Так, идем дальше. Что происходит дальше в этом восьми гадерном зародыша мышка? Две клетки остаются в центре, а по три мигрируют к разным конусам. Значит, у одного полюса скапливаются три гидра, которые превращаются в клетки. Это три клетки антиподов. На противоположном полюсе в центре располагается яйцеклетка, женская половая клетка и две клетки, которые называются синергетки. Помощь, если что, это поддерживает яйцеклетку, защищает а два ядра, которые остаются в центре, происходит их слияние и формируется центральная диплоидная ядра. Таким образом, смотрите, зверо, зародыша манышок, женский гометофит, состоит уже не из восьми клеток, причем шесть из них плакурируют и одна диплоидная. Так, вот образовался женский гометофит. Теперь и на схему параллельно показаны оба процесса. Значит, можно рассмотреть образование из материнской клетки мегаспору, затем путем минюза образуется тетрадь мегаспор, три, помните, адмирал четвертый растет и превращается в мегаспору, Дальше идет раз, два, три деления методически с формированием уже семиклеточных, семиядерного зародыша мышка, в центре которого располагается диплоидное центральное ядро. Теперь прорастает пульцевая трубка, по которой движутся два сперми. Эти два сперми достигают зародыша мышка, один из них сливается в ответе, вот они достигают зародыша мышка спермина, один из них сливается с центральной группой тепловой клетки, а второй сливается с лициклиткой. Из образовавшейся зигуты образуется зародыш семени путем метоза, а из оплодотворенной тепловой клетки будет образовываться эндосперм и тоже путем метоз. Из покровов семозачалка образуется семена пожила, из стенок зародыша образуется ну иногда в образовании плодов могут участвовать и другие части цветка, тогда такие плоды называются ушлыми. Например, яблони с ручной мятой образуются из разросшегося цвета ложа. а сам плод он настоящий это коробочка которая находится внутри этого сущего плода по два семени там нет. Ну вот в принципе теоретическая часть завершена. Я постаралась как можно больше заархивировать информацию, чтобы она была в виде схем, в виде понятных схем. вот, ну конечно нужны тренировки. И для того, чтобы натренироваться и проверить насколько мы запомнили, что, из какой клетки, еще какого-то линии можно предложить несколько задач, которые у нас будут дальше. Вот смотрите, я подобрала всевозможные задачи из разных ваших постанов, из разных наборов, которые посвящены этой теме. Какой хромосомный набор характерен для ядер хлеба по педырнице листа и до смиядерного зародыша мишка сильный зачат поцветкового растения. Объясняйте из каких испорных хлебок и в результате какого деления по суициду. Я предлагаю вам ответить самостоятельно. Но теперь давайте подумаем опять-таки сколько элементов ответа будет в этом задаче. Итак, нам нужно указать хромосомный набор раз. Нам надо объяснить из каких исходных клеток выразовывается каждый из представленных и за счет какого деления. Значит, вот у нас есть эпидермис места, восьмиядерный зародыш и семя зачат. Давайте начнем с хромосомного набора. Просто подряд какие-то цифры буквы. Да, возможно, что кто-то ответит и сразу на все три вопроса. Из каких исходов и какой дели. Анат Федор с теми по делам. Так, значит, ну, если вы хотите более полную детальную информацию, то я вас тогда направлю к вашему посуду, которая называется «Эволюция органического мира». Там есть сводная таблица развития жизни на Земле по эрам, по периодам, и там обязательно в этой таблице перечисляются для каждой или для каждого периода основные аромофозы. Это первый момент. Второй момент. Если вас это интересует, то тогда мы обращаемся к посуду по ботанике нашему и по животным. На следующий вебинар посвящен животу. Там тоже есть для каждого класса, для каждого типа перечислили аромофозы. эпидермиси. Так. Это эпидермиси, так понимаю. Да. если речь идет об эпидермисе листа, то действительно я следующий слайд открою. Эпидермис листа действительно имеет диплоидный набор хромосом. Он развивается у взрослого растения, который является спорофитом. Спорофит всегда образуется из клеток зародыша семен путем методического деления. Все клетки зародыша мышка мегаплоидные. Они образовались в результате методических делений, а само центральное ядро диплоидное образовалось в результате слия. Гаметофит покрыто семены образуется из гаплоидных клеток, из гаплоидной споры путем методоза. Думаю, что эти задачи у вас останутся, потому что они здесь такая подборка, чтобы все термины, которые мы сейчас с вами рассматривали, аметафит, спорофит, мегаспора, микроспора, зародыш семени, эндосперм, различные представители отделов, чтобы у вас была подборка, все в одном месте. Вот, пожалуйста, по мхам. Какой набор хромосом? Для гаметы спор. И опять-таки, вот этот вопрос, из каких исходных клеток и за счет какого деления? Но это растение, помню, что гаметы метозом, а споры миозом. с слепыми рисунками? Хорошо, попробуем, покомментируем. Сейчас запишем пожелание. Один вариант другого. может быть, может быть, посчитал этот объект, а нет и за хромосом? Может быть, вот коллега, который пожелание написал, может быть, он назовет номер этого варианта, чтобы на него обратить внимание? Или здесь все равно такое мы будем рассмотреть? Мина Валентиновна Андреева, откликнитесь, пожалуйста, может быть, вы укажете какой-то конкретный номер варианта. 22 вариант. Хорошо, вот это уже будет более детально. Хорошо, принято. Так, ну смотрите, гаметы, они образуются на половом поколении, потому что мхов преобладают гаметофит, значит, они будут иметь, гаметы всегда гаплоидные наборы имеют, и образуются они путем метоза. Так, споры мха, они образуются на диплоидном спорофите, в спорамбе, путем миоза, из диплоидных клеток. Ну а набор хромосомы мы гаплоидные? Так и отвечаем. Так, хорошо. Гаметофит и гаметы мха спорного. Другой вопрос, хотя про гаметофит мы уже говорили, про гаметы, да? Ну вот здесь вот опять-таки гаплоидность, мы здесь видите, сейчас я вернусь к вопросу, какой хромосомный набор характерен для гаметафита и гаметки спаглума. Так, здесь идет еще и количество молекул ДНК, хотя это вот смотрите, задание взято из реальных заданий, и вот я обращаю ваше внимание, что здесь говорится, какой хромосомный набор. тут не требует количества молекул ДНК, а вот разработчики закладывают еще и количество молекул ДНК. Хотя здесь ключевые моменты есть и гаметофит, и гамет, и гаплоид, ну то есть с одинарным набором. Гаметофит образуется из споры в результате миоза, а дальше гаметы образуются путем метоза, из клеток гаметофита, гаплоидол. Ну, тогда все правильно, все усвоили. Вот, пожалуйста, цветковое растение, вегетативная, генеративная клетка из пермии пульцевого зерба. Набор хромосом, деление и исходная клетка. есть ответы по методу, Конечно, коллеги. Презентация сегодня вместе с видеозаписью будет, как обычно, размещена на сайте. Вы можете воспользоваться, использовать презентации для проведения своих занятий, для подготовки ваших учащихся. Пожалуйста, я всегда делюсь всеми материалами. Ну да, здесь, конечно, получается, что все три клетки, они будут гаплоидные. Вегетативная и генеративная клетка будет образовываться в результате метоза, когда будет прорастать гаплоидная спора. А спермия образуется из генеративной клетки тоже путем метоза. Здесь подбор заданий большой. Я не думаю, что нам надо прямо все их сейчас рассматривать. Вот. Я просто сейчас вам пролистаю, чтобы вы понимали, что у нас тут достаточное количество задач я подобрала с ответами. Вы сможете этим воспользоваться. Вот и про хламидомонаду есть задание с ответом. Дальше есть вопрос, который касается покрытостей семены, тоже с образованием и микросфор, и число хромосомных молекул ДНК требуется указать и так далее. Есть ответы. Дальше про плавунов есть вопрос. Еще есть у нас вопрос про эндосперм сосны. Помните, я вам говорю, как он образуется, когда, за счет чего. Вот. Так. Еще про шишки, про ель. Так. Дальше про восьмиядерный зародышевый мешок, про макроспору и энциклик. Так. Теперь конкретно томат, микроспору и спермий. Ну, нужно понимать, что томат, это покрытостей семеной, тогда уже отвечать на вопрос. Ну, и вот такое задание я вам разместила. Это вставить пропущенные слова. На следующем слайде есть, конечно же, ответ, где эти слова все вставлены. Вот. Вот 12 заданий. Такая подборка всевозможная. Но я еще хочу обратить ваше внимание на то, что вопросы по ботанике касаются не только жизненного цикла, хотя это вот наиболее сложные задания. Еще во второй части встречаются задания. Это линия 25 с рисунком. Линия, которая позволяет определить, ну, как может выпускник применять свои знания, анализируя информацию, представленную в виде схемы Рериджесон. И вот в прошлом году и в предыдущие годы, если попадается такой вопрос, такое задание с использованием растительных аптектов, как правило, видим, что выпускники справляются хуже. Ну, я напоминаю, что, во-первых, информацию можно извлекать только то, что видно на рисунке, не вообще все писать, по каким признакам данное растение там относится к тому или иному отделу, предположим. Если это не изображено, то, соответственно, это и не будет засчитываться как правильный элемент отрыва. И второй момент. При подготовке обращайте внимание не только на цикл развития. Еще очень сложным для выпускников почему-то являются вопросы, связанные с видоизменением органов. Очень часто путают плоды и видоизмененные побеги и корни. Глубень картофеля всегда называют, что это плод. Торни плоды тоже это плод. Вот запомнить нужно, что плод всегда упокрыт с семенами, внутри имеет семена. Если вы разрезали картофель и также сенамид, точно так же и редиску или морковь, если разрезали. Потому что мы употребляем пищу. На вот это обращайте внимание. Еще очень часто бывают вопросы, которые связывают разные разделы. Например, ботанику и эволюцию. Предположим, может быть задание, когда речь пойдет о различных видоизмененных органах. Например, видоизменение форме или видоизменение листьев, стеблей. И вот каким путем эволюцион, каким способом идет образование этих видоизмененных органов. Ну а мы помним, что в эволюции у нас есть. И мы с вами на одном из вебинаров разбирали, что необходимо всегда разграничивать три понятия. Направление эволюции, пути и способы. Направление это прогресс, регресс, биологический. Пути это ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. И способы это, например, конвергенция, дивергенция, параллелизм, критическая эволюция. Так вот, образование различных органов, это всегда происходит в результате расхождения признаков. Потому что видоизменение органов начинает выполнять другую функцию. Но происхождение этих органов одинаковое. Сходное, если это видоизмененная почка. Она может быть представлена как качан, белокачанная капусты. Или, например, как у капусты брусейстой. В виде маленьких качанчиков. Это все равно будут видоизмененные почки. Поэтому обращаем внимание и уделяем внимание. Вот различным видоизменением органов. Кроме этого, еще, что касается ароморфозов, каких-то основных признаков, тоже на это обращаем внимание. Но вы эту информацию сможете найти. Как и в пособии по эволюции. Там есть, кстати, даже табличка у меня, где показано, по какому пути шла эволюция растительного мира и животного. От чего к чему приходили. Посмотрите это внимательно и возьмите себе на вооружение. Так что я хотела бы пожелать всем удачи в подготовке. Пусть будет трудно, но это сыграет потом свою положительную роль на экзамене. Используйте различные пособия, но не переусердствуйте. Потому что нужно и высыпаться, нужно отдыхать. И самое главное, нужно как-то распределить свое время и силы, чтобы не было... Ну, чтобы все успеть, так скажем, все успеть и повторить. И призываю всех писать в шпаргалки, потому что включаются три вида памяти. Ну и в конце, как всегда, наш подарочек. Это скидка 30% на все пособия по биологии, которые вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине. Действует эта скидка включительно по 31 января. То есть сегодня, суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Вот, насколько мы вам подарили. Обычно мы понедельникам ограничиваемся. Вот. И промокод, пожалуйста, вот он у вас на экране. Ботаника ЕГЭ, как единое слово. Если нет ко мне вопросов, есть вопросы, хорошо, я готова отвечать на вопросы. А почка это и есть видоизмененный побег, зачаточный. Можно назвать качан почкой, можно назвать видоизмененным побегом. Ну тут вот я смотрю. Коллеги, есть еще вопросы? Семена пожура, уголос семена, пищевого образуется. Скажите, семена пожура, уголос семена, пищевого образуется. Из покровов вот этих вот, господи, семи зачатков, которые есть на чешуях, женских шишек. Ну я смотрю, что теперь идут слова благодарности. Всем тоже огромное спасибо за внимание, что вы потратили время. Надеюсь, что не зря. Вот, на следующий раз мы с вами поговорим о вопросах сложных, которые касаются эволюции животных. Ну не эволюции животных, просто раздела животных. Вот, а практика по периодам и эрам, это имеется в виду, наверное, как посчитать с использованием фрагмента, наверное, геологической таблицы, в каком периоде эре. Ну хорошо, я тогда, наверное, приведу примеры таких заданий. Хорошо, хорошо, спасибо, Виталий Георгиевич. Что касается задачи на полиндромы, обратитесь, пожалуйста, на наш сайт, в раздел методический, методический, что там? Методический раздел. Методический раздел, мы там разместили подробное описание решения задачи с моими, ну вот, такими подсказками, с методическими рекомендациями, как эту задачу правильно решить. Так что все у нас есть, пожалуйста, обращайтесь. Так, значит, геохимологическую. Теплица. А, привет, я у меня. Да. Всего доброго, коллеги, до свидания, хороших выходных.